Многие идеи мне приходят очень спонтанно, и поскольку я дружу со сменой, смена 2.0 это то место, где я провожу очень много времени, я люблю андеграундные площадки, я люблю, можно сказать, независимый продакшн, мне пришло в голову строить со сменой такую коллаборацию, здесь освободилось пространство, и мы решили сделать что-то необычное. Я очень часто путешествую, и я люблю кальяны, я решила объединить все вместе и создать такую атмосферу, в которой захочет побывать каждый, я создала кальянную, в которой можно почувствовать себя, как будто ты находишься в Лондоне или в Амстердаме, я вдохновлялась многими городами, куда я летаю, например, в Амстердаме очень много граффити и очень много, там вообще все пропитано такой андеграундной, немножечко mushroom acid атмосферой, и я, поскольку пишу такую музыку, я вдохновилась этой эстетикой. Меня зовут Тохич, я занимаюсь дизайном, рисую картины, оформляю помещения. Мой стиль это dotline, то есть монохромный паттерн, который сочетает в себе немного в восточных мотивах, немного нордических. В работе с Кристиной я вдохновился техно-эстетиндастрио-музыкой, сейчас очень плотно слушаю этот жанр, вот, возможно, мультиком типа самурая джека какого-нибудь. Главная концепция этой кальяны – это атмосфера при пати, ты приходишь, возможно, до 7-8 вечера, ты чилишь, куришь кальян, даже, может быть, чуть позже, а потом начинается вечеринка, и каждые выходные тут будет до часа ночи, до двух, такая мощная вечеринка в течение трех часов. Здесь нет такой супер эстетики в плане, как, вот, знаете, обязательно вот эта вот кальянная тема, как у нас развита в России, классическая. Тут очень нестандартные кальяны, мы списались с NanoSmoke, и Алексей и я придумали совместную коллаборацию, и эта коллаборация эксклюзивно представлена только в этой кальяной. Это кальян, который в виде такого прямоугольного, прямоугольной коробочки, и здесь нарисован мой логотип, это Mushrooms, и написано в Vogue Diary. Эти кальяны также можно будет приобрести по предзаказу. Мы решили вдохновиться вот чем-то очень ярким, чем-то кислотным, то есть, когда я создавала этот кальян, я придумала такие самые-самые яркие оттенки, они идут от чаши до шланга и до самого цвета кальян. У нас представлено несколько цветов, такие самые яркие, салатовый, оранжевый, какие-то еще. В общем, у нас очень много всего. Мне было приятно, что работала не только я, работало огромное количество людей. У нас задействовано очень много художников в этой кальяне, то есть, каждый кусок – это кусок определенного художника. Меня зовут Леша, мой ник Тосек, мне 23 года, занимаюсь граффити, параллельно я еще работаю барменом, я придерживаюсь своего какого-то стиля. Он не понятен, он понятен для меня. Я вдохновлялся тем, что тут вообще безгранично можно чего было сделать. Все, что твоей душе угодно, любой стиль, любые штуки, любые приколдесы ты можешь выразить на стенке и в общем и целом этим и вдохновлялся. Вообще, с каждым годом граффити все развивается и развивается. У нас в России конкретно. Очень много граффити оформлений, как на государственном уровне, какие-то госзаказы. Так, очень частники делают это все. И все больше и больше растет этот интерес к граффити. Мы сейчас находимся в Семене. Здесь я открываю свое арт-пространство, свою кальянную. Это будет очень ярко. Я сейчас покажу вам нашу барную стойку, которая ждет своего часа. Она у нас пока что завалена снегом, и мы ее будем тоже украшать. Вот она. Я как будто попадаю на Burning Man, на этой красивой... Вообще, это даже не барная стойка. Это изначально была диджейка, но мы ее забрали и решили сделать барной стойкой. Здесь есть бар, здесь есть клуб, здесь есть фудкор, здесь есть алкотир. И последний элемент, которого не хватает смини, я считаю, это кальянная, которую делаю именно я. У нас уже было открытие, техническое открытие. На него пришло очень много гостей, и мы сделали огромную вечеринку вместе со Сменой, с Ballantines и с большим количеством художников. Это было самое яркое мероприятие, все были в восторге. А вот и наши хальяны, которые будут здесь функционировать для гостей. Это эксклюзивная коллаборация с Nanosmoke. Здесь будет мой фирменный грибочек. И вообще, вся идея нашей концепции, наша концепция, да, она заключена вот в этом таком трипи-стиле. И это все, вот знаете, я хочу, чтобы человек пришел и просто здесь залип и не хотел уходить, и чтобы он так вот просто опустился на этот диванчик и не вставал. Поэтому у нас есть несколько таких кислотных оттенков этого Nanosmoke. И он, я думаю, очень круто будет светиться в темноте и вообще в ультрафиолете. Это будет просто бомба. Пойдем покажу еще. Значит, у нас есть шланги. Они все тоже яркие. Вот такие вот. То есть, представляете, какое-то кислотное сочетание будет. Здесь будет вход. Здесь будет очень много тегов. Эта зона будет посвящена арт. Вообще, это будет арт-зона. Далее у нас есть потолки, на которых будут ультрафиолетовые лампы. Здесь все будет в граффити. Вот здесь я хочу сделать, это будет зона диджея. Вот здесь будет что-то такое в виде большого рта. Не знаю, но здесь получится. Вот здесь будут всякие стоять либо кальян, либо арт-объекты. Поэтому я уже жду, когда мы сможем открыть это место. Я занимаюсь граффити. графическим дизайном, иллюстрацией. В общем, вот сзади моя стена. Собственно, я занимаюсь этим больше десяти лет. И как-то не могу перестать. Люблю мистику. Люблю какие-то такие волшебные штуки рисовать. Вот. Собственно, у меня интуитивно происходит процесс рисования. Потому что просто уже рука сама рисует. И зачастую я не анализирую абсолютно. Если смотреть на мировую сцену, то Россия на самом деле очень неплохой игрок. Потому что у нас ребята очень разноплановые. То есть, если смотреть на Европу, то там одна страна. Там плюс-минус можно ее узнать по стилю. Я пишу транс-музыку, поэтому я вдохновилась эстетикой фестивалей транс-музыки. Поэтому потолки здесь натянуты специальными тканями, которые являются полной интерпретацией open-air где-нибудь на Гоа. Также мы поработали с очень крутым художником и арт-деятелем, который создал для нас барную стойку. Эта барная стойка была изначально сделана для диджеев, но мы ее превратили в бар. И у нас теперь красивое пространство, где кальянщик и бармен могут создавать коктейли и миксовать табаки для клиента. Я уже 10 лет занимаюсь граффити, уличным искусством. Раньше это все выходило только на легальном уровне. Сейчас, за последние годы, я рад, что люди стали признавать это искусство, стали давать возможность как-то проявить себя на легальной основе. Вдохновляюсь я, наверное, какими-то эмоциями. Бывает отрицательно, бывает положительно. Но главное – это что-то очень сильное. Я это впитываю и могу, обладаю таким умением перенести это как-то на стены. Я вдохновлялся ее фотографиями. Я вдохновлялся тем материалом, которые она мне показывала. И это все очень яркое, очень заставляющее какие-то эмоции. Очень интересно. Вот что отличает нас от Парижа, от Милана, от Лондона – это то, что у нас самый большой выбор табаков. И вот прилетев за границу, ты можешь круто провести время, ты можешь проникнуться этой нереально крутой атмосферой, но ты не получишь тот кайф от кальяна, который можешь получить здесь. Потому что здесь ты можешь попробовать кальян со вкусом кактуса, со вкусом зеленого чая, со вкусом любых фруктов, со вкусом алкогольного коктейля. Нигде за границей тебе такого не сделают. Может быть, конечно, я не во всех точках нашей планеты была, но по моему опыту кальянному я знаю точно, что только в Москве есть самый большой выбор. И у нас реально крутые кальянщики. У нас очень крутые специалисты по табакам. И вообще люди, которые занимаются кальянным бизнесом, они меня очень вдохновляют. И моя любовь к кальянам – это что-то… это нечто, что воплотилось как раз таки в этом месте. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok